Добрый день. Время, в которое мы живем, никак нельзя назвать спокойным. Время, то конфликты межнациональные, военные, политические и другие наводят на простого человека не просто переживания, а иногда и страх. И вот для того, чтобы преодолеть этот страх, для того, чтобы помнить о средствах, какими мы можем преодолевать эти страхи, переживания, эти томления духа, мы сегодня поговорим. Поговорим о том, как не бояться смерти, как прожить жизнь, чтобы переступить через порог вечности, подытожив период своей земной жизни в жизнь вечную и не бояться внезапной смерти. Давайте сегодня об этом поговорим. В начале 4-го столетия жила удивительная, красивая девушка по имени Варвара. Церковь вспоминает о ней 17 декабря. Она родилась в семье язычников. Отец по имени Диаскор был настолько поглощен поклонением идолам, творением рук человеческих, что всячески приучал к этому идолопоклонству и свою единственную дочь. Скоро умирает мать, и отец посвящает всю свою жизнь своей дочери, чтобы воспитать ее, как он сам думал, в духе отеческих традиций. Он настолько любил свою дочь, что разместил ее на высокой башне, чтобы она любовалась окружающей природе и поклонялась стихиям окружающего мира. Варвара действительно любовалась прекрасным восходом, не могла оторвать взор от заката. Она смотрела, как распускаются цветы на деревьях. Она видела, как пролетают мимо птицы. Она видела, как луна освещает темное небо ночи, как ликуют и переливаются между собой звезды. И любуя всей этой естественной Божьей красотой, она не могла не задать себе вопрос. Господи, а кто сотворил эту красоту? Не могли же идолы моего отца сотворить солнце, сотворить прекрасный мир, окружающий меня, которым я любуюсь каждый день? И вот эти вопросы, а кто сотворил этот прекрасный мир природы? Томил ее? Отец возвращался, беседовал с ней, всячески угождал ей. И вот когда пришло время выдавать ее замуж, она была действительно очень красивой девушкой. И многие искали ее руки. Иоскор уезжает в далекую поездку, а поручает, чтобы та, которая была замкнута, все-таки вышла в мир. И немножко поразвлекавшись, нашла себе партнера. Но Варвара познакомилась со своими подругами, которые были христианками. Они веровали во Христа и рассказали о том, что весь этот прекрасный мир, который окружает нас, небо, море, горы, и все, что в них, создано Богом. Богом истинным, который есть Творец всего живого на земле. Ей очень понравились эти рассказы своих подруг. И она принимает это убеждение, что не идолы, не камни, не пеньки и не статуэтки Отца сотворили эту красоту, а Бог. Что сам Бог посылает в этот мир Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Из Александрии в это время был как раз в этом месте священник, и который не только имел возможность встретиться с ней тайно, но и наставить ее в вере Христовой и крестить ее во имя Отца и Сына и Святаго Духа. После принятия крещения она участвует активно в делах своего отца. Она не была ленивой. Она была очень трудолюбивой девушкой. И когда рядом возводилась баня, отец повелел в этом сооружении разместить два окна в честь Луны и Солнца, Варвара упросила строителей, чтобы они в этом сооружении сделали три окна. Три во имя Троицы. Чтобы три луча света освещали каждую постройку. Вернувшийся отец узнал о совершившемся для него трагическом случае. Он узнает, что его дочь приняла веру христианскую. И он самолично решается ее убить. Он достает меч и решил рассечь свою дочь за то, что она не поклоняется бездушным истуканам, а поверила в истинного Бога, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. Дочь убегает. Он догоняет ее. Известно предание, что даже гора, мимо которой пробегала Варвара, раступилась, и она скрылась в расщелине этой горы, а Диаскор не нашел ее. Но при помощи пастухов обретает снова свою дочь и приводит ее в темницу, и докладывает об этом Мартиану, правителю. И тогда начинается самое печальное. Ее начинают нещадно мучить. И не просто морят голодом. Ее бьют плетьми до такого состояния, что кровь заливает все место вокруг ее истерзанного тела. Но Христос исцеляет ее. Мартиан подумал, что это те силы, которым поклоняются язычники, исцелили ее. Но она еще больше утверждается в вере и в любви к Христу. И продолжает исповедовать воскресшего Христа Спасителя. Мартиан не унимается. Отец жаждет крови своей дочери. Представьте, так расчеловечила его языческая вера, что он действительно готов убить свою собственную дочь. Потом ее привязывают к высокому дереву. И не только избивает снова воловьими жилами, но и стригут с нее кожу. Она претерпевает страшные муки, о которых я посоветую вам, желающим почитать, в ее житии описание святителя Дмитрия Ростовского. Заканчивается ее страдание тем, что она принимает мученическую кончину от руки собственного отца. Диаскор, язычник, отрубает своей дочери голову. И перед своей смертью она молится Христу, чтобы всякий, кто молился ей, имел возможность прежде конца покаяния и не имел возможности уйти внезапно из этой временной жизни без приготовления к вечности. И был глаз с небес, который обещал, а это был голос Божий, что то, о чем она просит, исполнит сам Бог. И мы верим, что у нас есть великомученица Варвара, которая сугубая молитвенница о всех тех, кто творит ее памяти, помнит о ней и обращается к ней с молитвой, чтобы не умереть внезапной смертью, чтобы, отправляясь в автобусе, не попасть внезапно в катастрофу, чтобы, может быть, направляясь в какую-то командировку или поездку на самолете, не упасть в нем. Все ведь может случиться, но страшно, когда наша внезапная смерть лишает нас покаяния. Вот Варваре дана духовная власть от самого Христа тем, кто будет молиться к ней и почитать ее святую память, избавлять людей от внезапной смерти. Вот почему, дорогие братья и сестры, вспомнил слова Священного Писания, в котором говорится, помни последнее своя и вовек не согрешишь. Мы так сегодня живем безрассудно, что все, что многое вокруг нас происходит, творится людьми, как будто забывающими о том, что будет вечный суд, что будет ответ перед Богом за прожитую жизнь. Что когда-то наша жизнь оборвется, и страшно, если мы перейдем в тот мир без приготовления, без очищения. Ну, к примеру, скажем, если вызывает работодатель или директор какого-то предприятия, своего подчиненного, причем внезапно, мы часто слышим такое слово, внезапная проверка, она нежелательная. Человек не готов, человек не приготовил документы, не выполнил все до конца. Дайте еще немного времени, я закончу, и у меня совсем будет результат другим. И будет, что принести моему работодателю, тому, кто принял меня на службу. Вот что-то подобное можно привести в сравнение и с вечным судом. Если мы не готовы, Господи, мы развлекались, мы добывали себе еду, мы обустраивали свои жилища, мы пытались жить в комфорте, в наслаждении этого мира, мы искали всего земного. И вдруг нас позовут на ответ, а мы не готовы. Ведь рано или поздно все равно наша жизнь закончится. Не случайно в хорошей песне и слова. И каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг. Ведь тот, кто подарил нам сегодняшний день, не обещал нам даже завтрашнего. Наша внезапная возможность перейти по ту сторону вечности может случиться в каждую минуту. Тем более, посмотрите, в каком агрессивном и непредсказуемом мире мы сегодня живем. Где и войны, и катаклизмы, и всевозможные опасности поджидают человека на каждом пути. Но если мы будем молиться Богу, если мы будем веровать в то, что есть высший суд, и он не подкупен звону зла, то и мысли, и дела он знает наперед, и если мы не будем забывать об этом, то мы будем совсем по-другому жить. Мужья не будут изменять женам, да и покупать лишнего мы не станем, потому что то, что нам необходимо, а человеку не так много нужно, будет удовлетворять наши потребности. И в завершение мне хотелось бы пожелать всем нам, не забывать о том, что рано или поздно каждому из нас переступать порог вечности и представать пред праведным судьей. И не дай Бог нам предстать пред Ним в неприготовленном, в неготовом состоянии. А для этого и будем жить так, что не будто мы тут останемся на века, а будем готовиться к тому, что здесь мы гости и пришельцы, а истинная наша жизнь с Богом в вечности, о которой давайте не будем забывать тогда, когда нам хорошо, и когда у нас будут проблемы. Будем молиться. Святой Великомученице Варвары, да избавит нас от внезапной смерти и даст нам прежде конца покаяния. Всего вам доброго. До свидания.